Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 23 июля. Короче говоря, коротко о тех предыдущих днях, которые я не снимал 21 и 22 июля. То есть 21 мы работали культивировать, я не выехал, потому что искал проблему, нету зарядки аккумулятора. Вот она сейчас в принципе осталась. В принципе без изменений работаю без зарядки. Если я заглушу трактор, то придется меня дергать. Не знаю в чем причина, короче говоря, не буду я вдаваться в подробности, потому что все равно вы мне ничем не поможете, так как завтра будет электрика. Видео выложу я с большой задержкой, наверное, в месяц, не раньше. Так что не буду я рассказывать подробности, что смотрели, что искали. Короче говоря, не буду тратить время. Вот. Занимался весь день этим и так и не нашли. Вчера, 22 июля, у нас был весь день дождь. У нас в деревне. А в 20 километров от деревни, вот на этом поле, где я работаю сейчас по пару с культиватором, был дождь немного и сегодня до обеда уже все просохло. Земля лужноватая, но культивировать можно, чем я и занимаюсь. Вот. Остается практически половина поля, но культивировать нужно быстрее и быстрее. Трава растет как на дрожжах, плюс еще был немного дождь. Вот. А в деревне там до сих пор стоят лужи, и никуда мы больше не страгиваемся. Завтра, может быть, придет электрик и по-быстренькому все должен найти. Мы своими мозгами что-то никак не дотумкаем. Что и как, почему здесь проблемы. Мы уже и преобразователи смотрели, и интегралку в генераторе меняли, и аккумуляторы, думали, замкнули. И что только не делали, короче. Все проверили, а мозгов больше не хватает. Короче, надо это проверять. Так, вот такие вот дела. Что еще можно вам рассказать? Больше вроде бы. Ничего нового. Ничего старого. Все как обычно. Все работает и работает. И через три, через четыре будем пробовать выезжать на ячмень. Если же не будет опять дождя. Так как вроде немножко передают, но не факт то, что он будет. Но дождь, в принципе, пока не особо-то и портит все планы. Так как он нужен для подсолнечника, для опроса, для нута, который наливается. Ячменю еще может помочь последнему севу. И, соответственно, добавит влаги в пар наш, чтобы было осенью в что сеять. А то обычно приходится сеять на свой страх и риск сырую землю. Иногда прокатывает, иногда нет. Иногда приходится терпеть большие убытки и неурожай. Короче, работаю с той же скоростью. А, нет, сейчас хожу я побыстрее. 14 километров в час. Глубина от 5 до 7 сантиметров. Вот, рабочая ширина 7 метров. Расход средним от 8 до 9 литров на гектар. Вот так. Друзья, кончился у меня аккумулятор. Вот я выходил до вышки и после вышки. Короче, гектар 15-20, наверное. И, смотрите, все. Аккумулятор сдох полностью. Навеска не работает. Вот. Теперь, теперь. Сейчас попробую проверить, в чем причина. По-моему, генератор не заряжает. Потому что пробовал с генератора плюсовой провод кидать на аккумулятор, на который он должен постоянно давать ток. Без преобразователя даже. Вот. Он ноль. Вообще ноль реакции. Сейчас попробую отвернуть клемму большую. Так, у нас тут. 13. И подключить к лампочку. Смотреть, дает генератор вообще или нет. Наверное, все-таки диодный мост к раку. Душить мне нельзя. Да. Душить мне нельзя. Душить мне нельзя. Душить мне нельзя. Вроде бы выдает, но как бы вроде маловато. Лампочка больно уж тускло горит. Так, сейчас будем искать. Наверное, мы ничего сейчас не будем искать, а поедем домой. Дорогие друзья, всем привет. Сегодня 24 июля. Здесь у нас также генератор. Мы точнее, наверное, отмучились. В общем, купили вчера мультиметр. Так как старый сломался, я сразу же начал проверять генератор. Короче, без нагрузки, то есть, когда клемма положительная, с плюсом, который идет на заряд аккумулятора, отключенный генератор дает 14,4, наверное. А после того, как начинаем подключать клемму, чтобы генератор заряжался, дает уже 12. Соответственно, это очень мало, и аккумулятор разряжался из-за этого. Не из-за этого, а по этой причине. А из-за чего, короче говоря, лазил-лазил, и в итоге обнаружил, что три диода, к ним пайки, на вазовских, там вот такие вот винты, на них просто клемма диода, одевается и заворачивается гайкой. А здесь зажим и пайка, вот три штуки, видите, да? Оказывается, в них контакт был слабый, я вчера плоскогубцами просто их зажал, завел, и сразу 14,6 генератор начал давать, даже когда подключены были аккумуляторы. Сейчас мы припаяли, сейчас вот собираю генератор обратно на место поставил. Сейчас подключаю все провода. Будем пробовать и смотреть. Ай-яй-яй-яй. Можно пробовать стартовать. Продолжение следует. Так, тут показывает заряд 13, сейчас пойдем проверим мультиметр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...